Sonic Adventure. Два слова, а сколько смысла, воспоминаний и чувств в себя вмещают. У кого-то она ассоциируется с радостью, счастьем и ностальгией, другим только с негативом, а многие вообще они ни разу не слышали. Но лично у меня она вызывает весь спектр эмоций. Боль, страдания, радость и бомбеж 4-летнего Андрея, у которого она была только на английском языке без русского перевода, не прошедшего всю игру из-за геймплея Бига и многое-многое другое. Всем привет, с вами Андрей Мораз и обзор Sonic Adventure DX. В давние-давние времена, когда президентом России был еще Владимир Владимирович, мой друг принес мне диск с Sonic Adventure, ну точнее с двумя приключениями. Но со вторым у меня что-то не заладилось, на первом же ганамском боссе я застрял, но видео не ему посвящено все-таки. Несмотря на то, что я последний раз играл в него более 10 лет назад, и безумная скидка в Steam побудила меня ее все-таки купить и заново пройти, этот обзор всего лишь полуностальгический, и постараюсь определиться, насколько игра хороша в 2023 году, но при этом принимая во внимание ее возраст. Первая версия игры вышла в 1998 году, и в этом году ей исполняется аж 25 лет. Жесть. Но я обозреваю версию DX, Директор Скат, которая вышла в 2003. Впервые в мои руки она попала где-то в 2004-05 годах на ПК, а сейчас я играл и обозреваю актуальную Steam-версию. Sonic Adventure. Это первая 3D-игра по Сонику, причем для своего времени она была прорывной, но чем больше времени проходило, чем больше портов и переизданий выходило, графика оставалась на том же уровне, никак не изменившись. Из-за чего с каждым годом ее оценки все падали, и падали, и падали. И вот, в 2010 году ее издали в Steam-е, при этом разрешение картинки осталось в том же 4х3 формате. Что тут еще говорить? Все же тогда сидели с квадратными мониторами. Если вы уже тогда родились, я не знаю. Школьники. ШКОЛА! Но благодаря фанатам и их работам по улучшению графики, эта проблема все-таки отпадает. Но все равно, разрабам большущий минус за это. Могли бы хоть растянуть под фулл-хд формате, как-никак. Если же вы, конечно, не любитель классики, и не собираетесь играть на переиздании с графоном 98-го года на Dreamcast, ведь классика ныне в моде. Не так ли? У меня есть один небольшой вопросик. Ответьте в комментариях на него. В 1998 году вышел Sonic Adventure. Кто, по-вашему, занимался ее разработкой? Такаши и Ицука. Я еще не родился, а он уже игры по Сонику клепал. Причем не классику. И справился ли он со своей работой? Пока как руководитель проекта, а не компании. Узнаем по ходу разбора. Самое главное, как игра играется, а не кто ее создал. Даже графику со временем можно подправить. А вот остальное? При запуске игры нас сразу же встречает заставка с эпическим появлением совершенного хаоса и припьем за главной темой первого адвенчера. Open your heart. На русском открой свое сердце. Настраив игрока к предстоящему эпику и динамике в ближайшие пару часов игры. Но после этого гигантского плюса игры следует большой минус. Отсутствие локализации на русский язык, как озвучки, так и субтитров. Конечно, сейчас где угодно можно ее найти и скачать. Но скажите мне это в 2005 году, когда про существование интернета мало кто знал, а локализовать фанаты вообще звучит как шутка. Поэтому я такой особенный, да? Поэтому в свое время я играл в нее, ничего не понимая. Но мне было пофиг на этом. Я только научился нормально читать и вряд ли поспевал бы за сабами. А DVD-диск с Соником Икс впоследствии мне объяснил весь сюжет. Несмотря на то, что я слышу про смешные озвучки и субтитры, сделанные фанатами, которые своими перлами вошли в мой лексикон, как яйцы воска, я все же решил играть на оригинальные озвучки и сабах. Но, к сожалению, это стало моей ошибкой. Нет, я все понимал, что происходило. Хоть сюжет за 10 лет я уже успел позабыть. Но скажу с полной уверенностью, субтитры часто расходились в речи персонажей. Герой говорит одно, актер озвучки и другое, а субтитры третье. Конечно, основной посыл идентичен. Но сам смысл иногда сильно разнится. Отчего восприятие ситуации путается, нарушая погружение игрока в игру. Возможно, я просто докопался и развел трагедию из воздуха, но факт остается фактом. Если я очень требовательен к интереснейшему геймплею, то к озвучке я всегда докапываюсь в самую последнюю очередь. Что к Анемару Юничи, что Райан Драмонт, озвучившие из Соника, отлично поработали. Так же, как и другие актеры. Официального русского дубляжа нет, а любительские разбирать просто нет смысла. Я никого не озвучил, а значит перманетно 0 баллов не поставить. Таких озвучек просто д**я, и всё не объять. Я вообще играл без русского языка, а значит ББ. Знаете, когда я впервые скачал GTA 5 и увидел возможность переключения между трёх главных персонажей, она не доставила мне такой же экстаз, как у многих в то время. Ведь такого я уже где-то видел. Sonic Adventure. Вы представляете? Ещё не наступил 21 век. Рынок видеоигр очень мал, и для удовлетворения своего игрока не стоит придумать что-то инновационное. Но тут... Первая 3D-игра в серии. Впервые услышали, как должны звучать герои франшизы. Про американский сериал и легендарный Sonic Ova про молчим. И тут подача сюжета идёт от лица всех действующих лиц. Вроде бы Sonic главный герой, а остальные второстепенные. Но тут нам дают сыграть за них и заглянуть на текущую ситуацию от их лица. И начинаешь задумываться, а действительно ли это персонажа второстепенный, или тут все главные герои? Даже Биг? Блин, а это точно закатка уровня Фреско. Причём открывается возможность сыграть за них только тогда, когда Sonic с ними встретился в ходе своего сюжета. То есть за Эмми мы не пойдём с Соником в Твинкл Парк, пока Телс будет сидеть на полках самолёта и всё ещё ждать помощи синего ежа. Не знаю, была ли ранее использована такая технология, но я её впервые увидел именно тут. А значит она для меня первопроходец. Всего нам доступно 6 играбельных персонажей. Это Sonic, Tails, Knuckles, Эмми, Биг и Гамма. Причём геймплей только за Соника составляет более 2 часов с учётом того, что знаешь куда идти, что делать и прочие лайфхаки для ускорения игры. За остальных героев геймплей составляет где-то треть от Сониковского. Ну за Телса и Наклса две трети, ладно. После прохождения сюжета за всех персонажей становится доступен ещё один герой. Это Суперсоник и финальная битва. Есть также ещё секретный персонаж, которого можно получить собрав 130 эмблем. То есть полностью, на 100% пройти игру. Можно сказать, перц для задротов. А этим персонажем является... Метал Соник. По сути он играется как тот же самый Соник. Только со скином металла. Вот Соник Тим раньше давала. Добавить скины в игру до того, как это стало мейнстримом. Уважаемо. Как я уже говорил, в далёкие времена мой Соник ДХ был только на иностранном языке. И весь сюжет я пытался понять только по действиям персонажей. Хотя, какой сюжет? Меня родители редко подпускали к компу. И фиг тут хоть что-то запомнить. Просто игра и кайфуй от этого. Но когда я увидел в магазине диск с Соником Икс и выпросил его купить, хе-хе-хе, то сюжет Соника Адвенчер я смог полностью пройти. Даже заспидранить. С 28 по 32 серии посвящены экранизации сюжета Соника Адвенчер. Сюжет этих двух проектов практически идентичен. Есть небольшие отклонения. Особенно с Крисом. В своё время Икс мне очень сильно помог понять, о чём же всё-таки Адвенчер. И скажу по секрету. Я перепрошёл ДХ ещё месяц назад, чтобы освежить воспоминания перед обзором. И эта игра побудила меня пересмотреть Соник Икс спустя пары лет воздержания после последнего просмотра. Хоть я сам себе давал слово, что никогда к нему не вернусь из-за очень грустной и печальной концовки. Быть может в будущем решусь и ему посвящу выпуск, если мне на него хватит духу, платков и сами зрители попросят. История начинается с одиноко сидящего Наколса на острове Ангелов. Он размышляет о своей миссии жизни. О хране Изумруда ото всех. Как вдруг главный Изумруд раскалывается. И на его месте стоит полужидкое... нечто? Наколс решает справиться с незваным гостем по-своему, но это нечто становится жидкостью и утекает как можно быстрее, оставив остров без энергии Изумруда, из-за чего парящий остров рухнул в море. Снова мы встретимся с этим инопришеленцем во время запуска игры за Соника. Оказалось, что это хаос, которого пробудил доктор Эггман. Он подпитывается энергией кристаллов хаоса. Но пока что у него их нет, а значит сразить нулевого хаоса будет очень просто. В Сонике Адвенчер произошло первое появление хаоса в любом его обличии. Даже в последней игре. Во Фронтирсах. Уж очень сильно его дизайн схож с древними. Но они похожи только внешне. Хотя Чао это вроде бы эволюционированные древние, а хаос это мутировавший Чао под воздействием Изумрудов хаоса, у которого одна цель защиты Чао от любых угроз. Но я в этом боюсь ошибиться. Я же не теоретик по ФНАФу. А сюжет Фронтирсов немного так запутан. Комментаторы меня тут точно подправят. Если кто не знает, Чао это милые персонажи, которые созданы, чтобы умерять игрока. И они впервые появились. Также. В Соник Адвенче. В будущем они вообще стали частью маскота, и во многих рекламных кампаниях можно их найти. Но однажды Соник Тим попыталась отойти от Чао и создать другой няшный маскот. Но виспы, как и Колорс, п***сали по полной, что и хорошо. Кто придет там обижать Чао, тот получит п***и от хаоса и негативных оценок игроков. После простой победы над хаосом, Соник отправился почилить на шезлонги. Пока его не разбудил Тейлс, терпящий крушение. Соник отправился на его спасение, но такое чувство, что Лис в нем и не нуждался. Сами посмотрите. Сидит и спит, как ни в чем не бывало. Либо он впал в посттравматический шок после пережитой катастрофы. А не, с ним все хорошо. Он же бессмертный. Лисенок проводил испытания нового самолета, который будет попитываться энергией изумруда хаоса. И нашел его в... Также Тейлс позвал Соника к себе в мастерскую в мистических руинах. Там он хочет ему кое-что показать. Но, к сожалению, наших друзей возле мастерской поджидало огромное говорящее яйцо. А, это же доктор Роботник. Величайший гений во всем мире. Хотя все мы знаем точно, что он великий неудачник, и битва с ним прошла еще проще, чем с хаосом. Пока Эггман, судя по звуку, глину месил, Тейлс теряет бдительность, из-за чего доктор филигранно крадет изумруд, извивая мертвую петлю своим крюком и дает его хаосу. Как я уже говорил, хаос от этих изумрудов подпитывается энергией, и для его вывода на полную мощность потребуется все всем, которые Эггман будет стараться найти. Хотя, судя по ходу игры, он только и делал, что пи***л их, а наши герои пытались не давать ему. Со старта игры нам закрыты многие локации, которые мы будем открывать по ходу продвижения по сюжету с помощью ключей камней, новых способностей, либо самой игрой. И после битвы с Эггмана возле мастерской Тейлса мы подпираем ветреный камень и находим еще один изумруд хаоса. У меня есть вопросик. Вот найдешь ты изумруд хаоса, и что ты с ним будешь делать? Правильно! Пойдешь его проигрывать в казино Эггмана. И что самое смешное, главный приз – изумруд хаоса, который можно получить, выиграв 400 колечек. Гдебны гуляет Эггман! Лежит изумруд посреди казино. Приди, спи*** и уйди! При этом не забудь всем напомнить, что ты гений лозенька! И этот изумруд теперь... Аааа, вот он где! Поджидал Соника на выходе, навонял попалный, из-за чего Соник с Тейлсом отрубились. Выходил из руки ежа, только что выигранный изумруд, и улетел. Вот это действительно злодейский поступок! А он мог наторвить батников, подраться в конце концов, но он выбрал вонючий ход, от которого лис с ежем отрубились в пот до следующего дня. Этой же ночью в этом казино Накл занимался поисками осколков мастера изумруда. Выйдя оттуда, он увидел этих двоих, и он как истинный друг оставил их наедине. Каждый день такое видит. Просто Тейлс, видимо, опять открыл новую соль, и они с Соником решили ее испытать на себе. Очнувшись уже днем и обнаружив пропажу, мы с Соником подбираем ледяной камень, который разблокировался после прохождения казино, и в снежных горах находим еще один изумруд. Четвертый. Два у нас, и два у Эггмана. Но не успели мы нарадоваться находке, как на нас нападает... Нет. Наклз. Причем не имея на это особо причин. Несмотря на очередную легкую победу над этим затупком, он весь бой тупо афы кашел. Ему удается нам нанести удар и выбить два изумруда хаоса, которые хранились у Соника, не будем, пожалуй, уточнить, где именно. Если где-то в этом мире падает изумруд хаоса, то на этом месте моментально спавнится доктор Эггман. Этот случай не был исключением. Он поглумился на тупости Наклза и скормил изумруды хаосу, трансформируя его из нечто похожего на древнего Вакулу. И пока мы с ним разбирались, в небесах раздался оглушительный рев моторов. На землю упала гигантская тень от очередного корабля Эггмана, который называется Эккея, либо же Эк-авианосец. Пока Эггман медленно телепортировался на него, самое быстрое существо в мире решило спародировать Наклза и дождался, когда Эггман улетит. Далее решаясь тестом отправиться за ним в погоню на Торнадо Икс, который вылетел настолько эпично, что любое появление Шэдоу в проектах близко не стояло. Но, к сожалению, Эггман подбивает самолет Тейлса и они терпят крушение. Почувствовал вкус доминантности, Эггман собирает четырех своих лучших роботов класса Е и отправляет их на поиски хвостатой жабы, друга Бига, которая во время падения острова поглотила изумруд хаоса вместе с частичкой самого хаоса. В эту поисковую группу входит робот, именуемый гаммой Е-102. В будущем он будет играбельным персонажем. Интересный факт. Несмотря на то, что первой буквой серии выпуска этого робота является Е, при адаптации на русский Е должно смениться на Э, потому что эта буква означает имя доктора. Эггман. Учтите на будущее, не допускайте глупые ошибки. Соник приходит в себя в центре города, Тейлса рядом нет и вроде бы стоит начать беспокоиться о нем, но как тут думать, когда рядом находится Эми? Не успеешь поргнуть, как она тебя схватит и под венец поведет. И прощай, холостяцкая жизнь вместе с Тейлсом. Но вместо обжиманий Эми спешила поделиться с Соником своей находкой, которая буквально свалилась с неба. Эта птица с непонятной штукой на нашеи, похожая на огромный кулон. Она просит Соника стать его телохранителем. И он, как истинный мужик! Но далеко уйти он не успел. На Эми надвигался робот Эггмана. И пока Соник собирался его не звести до атомов, Роуз увидела объявление, что сегодня вход в Твинкл Парк парочкам бесплатен. И она сразу же все забывает, влетая туда по флешку, не забыв захватить с собой Соника. Пока парочка развлекалась, Тейлс приходит в чувство посреди джунглей на острове Ангелов. Осматривается и находит около себя изумруд хаоса! Он его собирается поднять, но фроги Бика опять его прокладывают и ускакивают. Непонятно, как пустыня может граничить с джунглями, это два противоположных биома. Пожалуй, сойдем это все к плохой генерации в пятой циве, там такое часто встречается. Тейлс хватает лягушку с изумрудами, но рядом проходил Бик, который при виде лисенка с лягушкой понесся на них как страшный свинопотвам! Тут не то, что он! Я бы сам сделал пару кирпичей, если бы на меня побежала такая туша! От испугу Тейлс роняет фроги и он умигает. Но главное, изумруд хаоса наш! А значит, есть чем подпитать Торнадо 2! Поехали! Твинкл Парк и Сонику удается оделаться от Эми, но робот все же ее смог поймать. Догоняем его и когда мы уже настигли, снова решаем закосплеить Наклса и задуматься. Если Эми останется на борту корабля Эггмана, то тогда никто не будет его донимать, а значит, можно подольше отдохнуть, погулять с Тейлсом, но неожиданно он пролетает мимо нас на своем новом самолете. Соник запрыгивает к нему и они вдвоем летят в погоне за Эггманом. Попытка Набор 2! Пока Тейлс догонял авианосец, роботы серии Э предстали перед их создателем. Все принесли неправильный жаб, выбесив тем самым Эггмана, а вот Гамма принес ту самую необходимую лягушку. Им Эггман остался довольным, телепортировал никчемные груды металла, а Гамму, который жестко пофлексил, пока его хвалили, отсылает к плененой Эми отобрать у нее птицу. По пути к ней С-102 заворачивает не туда и видит, как провинившихся роботов разбирают на детали. Гамма при виде этого не испытал никаких чувств. Он же робот и под бомбежку Торнадо 2 добирается до клетки Сэмми. Он требует отдать ему птицу, но Роуз ему отказывает. Она давит на него, чтобы он их выпустил отсюда. Эггман плохой человек, его причинит им зло для достижения своих целей. Тогда Гамма задумывается, зачем она защищает беспомощную птицу. Вспомнив своих братьев не по крови, но по серии, решает выпустить эту парочку. Советует им уйти как можно быстрее, пока они не прилетели на базу. А удивленная Эмми благодарит его за доброту и убегает. Поблуждав и немного поломав корабль, Соник находит Эмми, а рядом с ней Эггман. Доктор отбирает птицу и оказывается, что в ее амулете был запрятан изумруд хаоса. Как он туда попал? Чтобы остановить Соника, роботник натравляет своего самого лучшего робота этой игры. Нет, не метал Соника, а гамму. Вот только Сонику было все равно, кто бы это не был. Его целью было разломать этого батника. Но тут его останавливает Эмми и кричит, что этот робот хороший, он помог ей сбежать из заточения. У девки, походу, окончательно кукуха поехала, подумал Соник, но мы-то знаем истинную историю. Стел отойти на другую палубу. Да что ж такое, на этом гигантском авианосце вообще невозможно уединиться. Эггман, Фроги, Биг и Хаос 6 о чем-то разговаривали. Что? У Хаоса уже шесть изумрудов? Откуда? Но вместо ответа Сонику надавали тумаков и спустя четыре попытки я унизил этого Хаоса лягушку. Что с нулем? Что с шестью изумрудами? Хаос вообще изич. Может зря я так беспокойся стоит дать собрать все семь изумрудов, а потом за Димбой и сей отобрать? М? После полного поражения Хаоса 6 Эггман улетает от страха и на этот раз Соник представил себя Телзом. Прыгнул за Яйкиным в открытом небе, но отсутствие двух хвостов не позволило ему взлететь. А значит Соник уже в который раз за игру падает лицом вниз. На месте побоища Наклз находит последний осколок мастера изумруда и все шесть изумрудов Хаоса. Забирает их и отправляется к себе домой на остров Ангелов. Все его друзья успевают спастись с Эгг авианосца, который в конечном итоге разбивается о поверхность моря. Телз вместе с Эми приземляется в городе, расходится по своим делам, но тут Телз замечает на привокзальной площади Эггмана, который замышляет что-то нехорошее. Эггман впал в глубокую и он решает отыграться на обычных жителях и запустить в город нет, просто ядерку, но она не срабатывает и поэтому он решает лично к ней отправиться и активировать. А вы тоже проводите мощный взрыв находясь в его эпицентре? Я да, как и Эггман. Телз как единственный житель этого города очень долго решается. Помешать ли ему яйцеголовому? Он думает, что бы сделал Соник на его месте? Стоит ли вообще но он понимает, что кроме него остановить Эггмана некому и поэтому он спешит ему помешать. За такую дерзость Эггман нападает на крошечного лиса своей мега машиной, но Телз уже давно не беспомощный лисенок. Побеждает Эггмана в неравной схватке и становится героем для всех жителей города, которые для красивой косыны решили прописать слэш ТП Хом. Вдобавок к полному поражению Эггмана один из его самых лучших роботов, предавших злого гения спасся от падающего корабля. Во время полета он долго анализировал прошедшие события и понял, что создателю все равно на судьбу его творению. Если они провинятся, то он их разбирает без капли сожалению. При этом Эми готова была зачищать до последнего недавно найденную птичку от угроз. Гамма понимает, что он не обязан служить Эггману, а должен спасти своих братьев серии Э от власти Эггмана. Ну как спасти? Разрушить их и выпустить на волю флики заточенных внутри роботов. Только так можно стать свободным. По очереди он освобождает Дельту, Эпсилон, Зету и Бету, но в тяжелой схватке с Бетой он получает серьезный урон. Высвободившаяся птичка Беты подлетела к Гамме и на него нахлынули воспоминания заточенной флики что это оказывается был его брат. И Гамма понимает что для их счастья надо освободить своего флики но без него он не сможет существовать. И вспомнив слова Эми он незамедлительно принимает решение надо самоуничтожиться. После его уничтожения высвобождается его птичка и они воссоединяются со своей семьей. А Эми в последний раз защитила их от сталкерного робота после чего они улетели вдаль и мы больше не видели. Никогда не думал что игра по Сонику может меня так заставить грустить. Поверженный Эйкман герой Тейлз самопожертвования ради счастья других. Но это еще не конец. После прохождения сюжетных линий за всех персонажей открывается дополнительная сюжетка за Супер Соника. Вот в ней и будет рассказан финал всей истории. Эйкман летел по мистическим руинам Соник. Вечно его обыгрывает, обзывается и вообще он голубой. И не успевает он наныться как на него нападает нулевый Хаос. Мне как-то жалко его. Все его пинают, насмехаются, естественно он станет злодеем и будет отыгрываться на всех. Пускай ядерки направо и налево. Но Эйкман был не единственной целью. Хаос снова поглощает все шесть изумрудов которые Накл собрал после его поражения побежать в Ехидну и утекает. К ним на подмогу прибежал Соник и с ним в последний раз вступает в контакт Текал который поясняет как появился Хаос. На протяжении всей игры со всеми персонажами даже с Гаммой общался некий дух который пояснял им о жизни в прошлом и рассказал кто она и кто Хаос. 3000 лет назад Текал была хранителем алтаря Мастера Изумруда и всех семей Изумрудов Хаоса но однажды к алтарю приходит Пачакамок со своей армией Ехидны и требует Текал его дочь отойти и дать ему забрать Изумруды чтобы с помощью их силы он смог одержать победу над врагами она пытается его вразумить что этим он только усугубит ситуацию используя его силу во зло то что не приведет к миру он ее не слушает отталкивает на землю а окружающих Чао раскидала его армия начинает осквернять и грабить святилище как вдруг для защиты алтаря и его жителей Чао появляется хаос впитывает всю энергию Изумрудов напитывает злобой ненавистью и уничтожает все племя Ехин выживает только Текал и чтобы его остановить она запечатывает их двоих в мастер Изумруде разрушив главный Изумруд Эггман выпустил на волю Хаоса и дух Текал из-за его глупости и интереса эта история и началась Телс приводит чувство Соника и предлагает забрать последний Изумруд который остался в разбившемся бигом Торнадо 2 они находят самолет но Хаос не дает им подойти и поглощает последний седьмой Изумруд Хаос достигает своей максимальной мощи он добирается до города и устраивает полный Хаос и разруху буквально утопив город в воде или же в себе при этом выкачив всю энергию сокрытую в Изумрудах видимо зря я надеялся его одолеть без напряга семью Изумрудами 6 самое то тут Эггман решает наказать предателя лазером со своего корабля но Хаосу это нипочем он в ответ испускает мощный поток энергии и уничтожает корабль что-то мне кажется в этой игре разрабы уж слишком перегнулись с Эггманом выставляя его не гением а полным лохом который только и умеет что сап... и больше ничего мне так тебе жалко бро надеюсь ты все же сможешь хоть кого-то победить пока Соник общался стекал как все же остановить идеального хаоса друзья приносят ежу все 7 разряженных изумрудов если хаос питается негативными эмоциями то Соник наоборот только положительными жители города а также его друзья преободряют что он справится с монстром он герой и благодаря всем ним получается зарядить изумруды и Соник ходит в свою супер форму под главную тему игры Соник атакует врага слабое незачащенное место в его мозг несколько раз проделав такую атаку обессиленный хаос принимает свою обычную форму его окружают множество Чао а также и Тикал она ему объясняет что спустя тысячи лет с Чао ничего плохого так и не случилось они живут в гармонии с людьми ему теперь не стоит злиться на всех Чао под защитой им ничего не угрожает после они вдвоем возносятся к небесам теперь точно хэппи энд даже Эггман в этот раз не бомбанул а молча улетел к шэду в Адвенчер 2 знаете я как прошаренный Соник фан который играл в сильного гена на фронте с уверенностью скажу что сюжет топ не забываем время релиза 1998 аудитория еще не избалована играми и в любой кал с радостью поиграет ой а хотя причем обыграть сюжет с разных сторон в зависимости от персонажа то что непонятно со стороны Соника за Эми база а его реализация оказалась настолько кинематографичной насколько дримкас мог выгрузить что его по итогу экранизировали в Эксе то ли для привлечения интереса к сериалу то ли он просто топ а героев нет печаль только то что Эггмана выставили полным долб и я не про то когда он морозилки кидал на Соника и Хаоса а потом удивлялся как это так почему Хаоса побеждает естественно он его однажды за такое чтобы гений перестал быть груш для битья и начал строить адекватные планы ловушки но к сожалению он до сих пор если сюжет не зашел своей логичностью и каноничными характерами то геймплей весьма спорен камера иногда совершает такие филигранные трюки что при нажатии на одну и ту же кнопку персонаж будет вертеться вокруг себя переключая закрепленные камеры на разных ракурсах локации сама игра очень дырявая текстуры прогружается перед самим носом и не успеваешь вовремя отреагировать вижу пропасть мне падать или тут надо где-то пропаркурить и вдруг надо мной прогружается платформа я вовремя падаю в пропасть провалиться за текстуры проще простого а также на моем пк текстуры вообще не загружаются хотя как объекты они есть поначалу я думал что я делаю что-то не так вижу дырку но залететь не могу но оказалось что она закрыта камнями которые у меня не прогрузились вот иди и долби с нее пару часов пока не сгоришь и не ливнешь в ласт ворлд геймплей за разных персонажей сильно разнится между собой причем он лучше ощущается в сравнении с любой 2д игрой по сонику в тех же местах и в отличии от фронтирса в игре практически нет 2д локаций есть 2,5д но появление 2,5д вместе с кривой камерой делает игру просто неиграбельной в давние годы я не смог пройти игру из-за двух проблем слишком тяжелого и одновременно тупейшего геймплея забига а также резкой смены камеры соника при переходе в 2д в храме мне кто-нибудь может точно сказать есть ли какая-то разница при нажатии этой кнопки я так ее и не смог заметить камера что так что эдак продолжает ебать мой мажечок ну ладно чуть-чуть потоксил а теперь к хорошему у многих старых играбельных персонажей появились новые способности после соника и наклз при переводе игры в 3д многие паркурные условности крайне усложнились и для их упрощения с соник тем вела автонаведение на различные паркурные штуки прыгалки рельсы и платформы активируется на кнопке прыжка это настолько легендарное и отличное нововведение что оно дожило до сегодняшних дней практически без изменений а без него игра по сонику уже и не будет похожа на себя но и он иногда багует вместо хоминга начинает крутиться вокруг объекта и по итогу улетаешь за карту и умираешь так и не подпрыгнув также если соник некоторое время покрутится на месте то он перейдет в заряженную стадию на пару секунд в этой стадии соник может притянуться и переместиться по ряду выстреленных колец это видение также зашло до наших дней но его каждый раз меняли и мест таким рядом колец крайне мало поэтому за это видение помню я себя считал хаскером когда за Телса скипал часть уровня благодаря его хвостам но сейчас я узнал что на самом деле это часть геймплея за него порталы которые спавниваются для поддержания лиса в воздухе об этом указывают то самое чувство когда весь мир после этого перевернулся Накл стал охотником за сокровищами как из пилота аниме про Соника и всю игру он собирал осколки мастера изумруда по всей карте хз как они так вообще разлетелись и закопались под землю ну ладно спешуся на гениальность Такаши теперь его перчатки позволяют не только передвигаться по вертикальной поверхности но и копать как из того же пилота если за эту троицу мы когда-то могли поиграть то следующими персонажами нет если вас за**бал привычный облик с Эмми где одно и то же платье характер стервозный то скажите спасибо Адвенчер ведь именно в этой игре она приобрела такой вид и ему уже 25 лет но спасибо фан-игре от разрабов что хотя бы там ей поменяли платье хоть и цветовая гамма осталась тоже как же тяжко быть фаном CD и хейтером Ориджинс также ей дали в руки молоток пика-пика с помощью которого можно размножить головы всех роботов кроме этого дебилиуса атаковать им не очень просто потому что автонаведения нет и надо выдержать определенное расстояние чтобы попасть по батнику и при этом успеть ударить пока противник не опередил и не выбил все колечки также с помощью него Эмми может высоко подпрыгнуть если ударить им по земле это же пика-бика а не просто молоток довольно прекрасная способность основанная на мелких деталях жаль такого нет на нынешних проектах по-моему я чуть ранее Бига слишком залил токсом хоть он этого и заслужил его геймплей просто не похож на Соника и его друзей вместо скорости сидишь вместо битв рыбачишь критики очень сильно захейтили игру из-за Бига но я как защитник углеченных рыцарь без доспехов попытаюсь увидеть красавца в уроде почему он получился таким а не как иначе знаете в японской игровой культуре широко распространены игровые аппараты с многими играми а игры с размеренным геймплеем пользуются популярностью впоследствии они перекочевали и на ПК и Япония как островное государство в котором пища из рыбы имеет особое место по сравнению с многими культурами весьма популярны игры посвященные рыбалке всем будет скучно в такое играть подавай динамику а японец тебя пошлет за морским огурцом и запустит Sega Bass Fishing по похожей причине в этой франшизе распространенный пинбол который никому не срался но хорошо что хотя бы он веден в виде необязательных мегр надо было год назад сделать ролики дай посмотреть такаши знал бы я тогда еще поэтому игра за бига сильно не похожа с персонажами друзей соника она заточена на чилл медленному вытягиванию рыб из прудов и фроги как конечной цели сидишь чилишь никакой Телс не орет по духу чтобы я начал думать но когда жертва ловится на приманку музыка сменяется на драйвову и начинает переполнять охотничий дух и предстоящий вкус металла во рту я знаю что меня смотрят теоретики поэтому напишите в комментариях свою теорию того почему биг после срыва рыбы с приманки теряет жизнь то есть умирает и начинается уровень сначала у меня есть теория но если я ее выскажу то еще зрители ненароком подумают что игра за большого кота мне понравилась но признаюсь что после копания в рыбалке я преисполнился в познании и выиграла уже не такая уж шикальная если биг игрокам не понравился гамма наоборот топ у него полностью другие механики при этом не выбивающиеся от общей концепции игры на прохождение уровня дается всего 3 минуты но таймер можно увеличить за счет убийств причем обычно этого времени хватает на неспешное прохождение вместо спиндэша он как бы складывается в коробочку и быстро едет на своих колесах над водой он всегда парит а в воздухе может левитировать медленно снижаясь как Наклз но для этого ему нужны гаджеты если у многих гаджеты улучшают некоторые билки то в гаммы дают совершенно новые способности а сюжетная линия у него самая грустная в игре от которой хочется ныть начиная с того как он сильно хотел понравиться Эггману заканчивая созданием себя не как С-102 гамма а как флики заточенного внутри металлического корпуса звучит как какая-то пропаганда мишиц но нет это другое кто не знает по миру разбросаны гаджеты на всех по две штуки на персонажа многие расположены на открытых пространствах которые по ходу сюжета сам найдешь а некоторые найти весьма затруднительно надо обыскать весь открытый мир чтобы в маленькой комнатушке отыскать гаджет кстати в этой игре было то самое кольцо на Соника с которым его часто изображают на артах да вам не послышалось за 25 лет до фронтирсов в Сонике уже был реализован опен ворлд конечно очень пустой но он все же огромен машины создают вид бурной жизни города в некоторых местах можно зайти и посмотреть на локации которые в сюжете вообще не играют никакой роли но как отдельная деталь мира смотрится довольно таки живо в том же авианосцы в такие дыры можно залезть потом попробовать искать выход не умерев в этих самых лабиринтах и помимо поиска гаджета для персонажа в открытом мире можно находить эмблемы эмблемы это коллекционные вещи которые никак не влияют на геймплей их можно найти в открытом мире но больше всего их можно получить за завершение стадии прохождения уровней уровень подразделяется на три стадии пройти его принести колечки а также заспидранить его если собрать все 130 эмблем то откроется возможность пройти уровни за металл соника как я говорил металл соник по геймплею сильно схож с соником кроме спиндэша но все же мне не очень понравилось играть за него и за сильной схожестью с синим ежом но это же металл он и есть копия соника с акцентом на то что он все же робот и физически многое не может скопировать но все же металл введен больше как персонаж отсылка на игру соник сиди и смотрится интереснее чем крим на вокзале и дается как награда только лютым задротом адвенчер можно также сходить к чао в их сад все кольца заработанные на локациях тратятся на различные приблуды в магазине чао и спасенных животных можно отнести в этот же сад но и тут я нашел серьезнейший баг после прохождения уровня идет автоматическое сохранение игры мест для сохранения я не смог найти и если ты завершаешь уровень проходит сохранение и выходишь из игры все спасенные животные удаляются и в сад их не занести для этого после прохождения уровня надо их отнести в сад до чао и чтобы сохранить именно этот прогресс надо опять зайти на любой уровень пройти его полностью для получения автосейва но по прохождению него ты снова спасаешь часть животных и получается бесконечный круг у которого точка старта и конца находится в одном и том же месте и вызывает во мне абиссинно-компульсивное расстройство вот это я дал а еще сам сад у меня часто вылетал и проведя там 15 минут тренируя чао игра висла и вылетала нахуй стирая прогрессы животных спасибо папаша так же за такие яркие впечатления на этом моменте я планировал перейти к разбору музыкальной составляющей игры на мой ролик дважды банился за АП ну как-то и вырезать я его не хотел уж слишком хороша она получилась поэтому я загрузил на свой бусте его можно посмотреть кто угодно поэтому сейчас переходим туда смотрим часть с музыкой и возвращаемся сюда досматривать ролик спасибо за понимание но специально для лентяев которые туда так и не сходили скольше упомяну что музыка в приключениях играет огромную роль конечно же она продавалась отдельно от игры на двух дисках и длилась в общей сложности почти три часа каждая локация в открытом мире а также в прохождении имеет собственную музыкальную тему это база а также во время катсцен играет музыкальная тема персонажа с кем ведется диалог это довольно интересно могли бы просто какую-то фонову музыку кинуть а тут даже немного запарились полную версию в игре можно услышать только во время финальных титров сюжетки персонажа которую скиднуть невозможно ну еще т.д. и т.п. ну вы поняли какой изумруд вы потеряли не сходив на бусте будто я платить за него заставляю так что как игра себя чувствует до 2023 году для фаната Соника определенно отлично игра прошла проверку времени стала легендой если ее впервые запустить без ностальгических воспоминаний в нее будет точно интересно поиграть если заблудишься на карте духтикаль блин я ее все же назвал так на входе станции и мистических руин подскажет что тебе надо сейчас делать графику можно подкрутить модами закинуть туда же локализацию с озвучкой пересмотреть часть ролика с бегом чтобы от его игры не вырвало и вуаля конфетка готова только при игре на клаве иногда будете испытывать дискомфорт в подсказках показываются не те кнопки и путем проб и ошибок можно будет понять какая клавиша за что отвечает для обычного левого геймера скорее не чем да ну разве такие мне вообще смотрят к тому же проходить ее на все ачивки в стиме крайне не советую хоть сам я все таки прошел на одних гонках чао дни уйдут а заполучить металла смогут только фанаты без знания лайфхаков и срезов дорог не получится его получить сори по маразматичной шкале оценивания ставлю 8 с половиной униженных хэггманов из 10 изначально хотел 7 но бигом я преисполнился а если графику можно подправить самому то и зачем снижать а вот камеру с дырами ничто не сможет изменить а с вами был Андрей Мараз приятной переигровки с CDX и когда-нибудь я все же смогу пройти второе приключение дальше первого босса